Тольяттинский технический музей Мини Сахарова может стать федеральным. Помочь обрести новый статус обещал командующий воздушно-десантными войсками страны Владимир Анатольевич Шаманов. Главный десантник России приехал с визитом в Самарскую область. Программа была насыщенная, экскурсия по музею, встреча с боевыми коллегами и тест-драйв на венок АвтоВАЗа. Подробности в сюжете Марии Шпаковой. Давненько я у вас не был в вашем городе. В прошлый раз в Тольятти Владимир Анатольевич Шаманов был более 12 лет назад. На тот момент губернатор Ульяновской области, сегодня командующий воздушно-десантными войсками страны. Приезд накануне Дня ВДВ в том числе и дань уважения десантникам Автограда. Знаю качества, которые точно должны быть. Это смелость, умение оценить в короткие сроки обстановку, принять решение. И, превозмогая все сложности, обязательно добиться, чтобы оно было выполнено точно и широко. Обзорные экскурсии по территории Тольяттинского паркового комплекса истории техники. Гостям показывают одну из главных достопримечательностей – подводную лодку Б-307. Фотографии на фоне судна размеры впечатляют. Это самая большая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ СССР России. Уже внутри осматривают торпедные и жилые отсеки. Позже, спускаясь с корабля, Владимир Анатольевич признается – внутри воздушного судна чувствует себя увереннее. В зале техники войск ВДВ генерал-полковник уже сам ведет экскурсию. Вот была придумана кабина совместного десантирования, где 4 человека расчет зенитного орудия десантировался рядом с непосредственной близостью от своего огневого средства. Владимир Анатольевич обещает помочь получить комплексу истории техники имени Сахарова статус федерального. Это позволит привлечь дополнительное финансирование. Я думаю, что у него есть сила воли для того, чтобы найти тех людей, которые готовы будут это сделать. Я думаю, для Тольятти это был бы прорыв настоящий, это подъем не только музея, но и все, что связано с обеспечением патриотических клубов, патриотического движения. За рулем новинок автоваза Владимир Анатольевич чувствует себя так же уверенно. «Лады Весты», «Лады Эксры» и генерал-полковнику понравились. Командующий воздушно-десантными войсками в регионе пробудет два дня. Завтра, в день ВДВ, он примет участие в митинге и торжественном мероприятии на набережной. А после вместе с губернатором Самарской области встретится с инициативной группой военных поселка Рощинский. Мои шпаку, Александр Каракулько, новости губернии Тольятти.